Четырехлетняя Ульяна – частый гость на приеме педиатра. Кашель, насморк и температура преследуют девочку почти каждые два месяца. Соответственно, о походе в детский сад не может быть и речи. Малышка элементарно может стать причиной карантина всей группы. Пока Ульяне проводили осмотр горла и слушали спинку, мама поделилась своими способами борьбы с приставущей простудой. Прогулки, уборка влажная, правильное питание. Еще как бы, так как в связи с тем, что мы часто болеем, еще принимаем иммуностимулирующие препараты, витамины какие-то, сезон простуд именно. Наша юная героиня – не единственный ребенок, которого можно встретить сегодня в очереди на прием к врачу в первой детской поликлинике. Если в прошлом году за весь вирусный сезон за помощью к педиатрам обратилась порядка двух тысяч маленьких пациентов, то за аналогичный период года текущего число кашляющих и температурящих выросло в полтора раза. Не обошел стороной сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом и взрослые населения Брещины. В качестве основной причины специалисты называют слякотную и сырую погоду – клондай для рассадника инфекции. В последние недели у нас есть некоторый рост заболеваемости и некоторый рост по сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом прошлого года. Но пороги пока у нас не достигнут. Регистрируется в случае заболевания гриппом. Эта заболеваемость у нас, она ежемесячную сбору информации. И за январь месяц у нас зарегистрировано 13 случаев гриппа в области. В последнее время серьезные опасения у докторов Брещины вызывает менингококковая инфекция. Случаи коварного заболевания были зарегистрированы уже в январе этого года. Из трех заболевших одного так и не удалось спасти. В избежание новых жертв сегодня ведется масштабная информационная кампания по профилактике менингококка. Первая детская поликлиника по-прежнему остается ярким примером такой работы. Педиатры не отпускают родителей и юных пациентов без памятки об опасной болезни. Маячком для вам и пап служат стенды с информацией и трансляцией видеоролика по телевизору. Главная коварность менингококка заключается в том, что у 80% его носителей отсутствуют симптомы даже элементарной простуды. Поражаются чаще всего это дети раннего возраста. И заболевание очень быстро распространяется и характеризуется особой такой своей тяжестью. Потому что, как правило, заканчивается менингитом, менингококцемией и инфекционно-токсическим шоком. Что нужно для профилактики, в первую очередь, мегококковой инфекции? Это, конечно, чтобы дети раннего возраста меньше общались в таких общественных местах, как супермаркеты, общественный транспорт. Меньше общались уже с людьми, с детьми, которые болеют острыми респираторными заболеваниями. Я думаю, каждый из нас наблюдал картинку в общественном транспорте, когда человек чихает в ладошку, потом этой ладошкой цапает за поручень. И следующий человек берется, потом потер нос, и вот, кажется, прямого контакта не было, а возбудитель он перенес. Во время кашля чихания нужно не в ладошку это все делать, а нужно, чтобы это или в салфетку, или в платок, который затем либо стирается, либо утилизируется. Если ничего под рукой нет, то кашель чихания в сгиб локтя. Такое поведение относится к комплексу так называемого респираторного этикета. Сюда также можно отнести частое проветривание помещения, влажную уборку и соблюдение правил личной гигиены.